Привет-привет-привет всем! Привет-привет-привет! Народ присоединяется. Всем огромный привет! О, Давид Джан! Здорово, братан! Привет-привет, всем дела отлично! Девушка... Вопрос хороший. Я воздержусь от ответов на данные вопросы. На данные вопросы, в принципе. Есть девушка, нет девушки. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Когда в Сочи? А, надеюсь, что не поеду вообще в Сочи. Вот. Либо в Сочи, если поеду, то, наверное, ближе к Новому году на Красную Поляну. Ну, а что там еще делать? Были ли у тебя атаки панические? Да, были. Посоветуй что-нибудь посмотреть, Даня. Я вам советую посмотреть фильм. Называется он «По соображениям совести». Вообще, одни из моих любимых фильмов – это «По соображениям совести», «Остров проклятых», «Исчезнувшая», «Невидимый гость». То есть, все фильмы с неожиданным концом, ожидав, который… Короче, который вы даже ожидать не можете. Куда едем? Едем по делам, ездил, коробки брал. Сегодня нужно на склад отгрузить товар. Вот, сейчас погружу его в коробки, приеду домой и повезу ночью в Подольск. Буду грузиться. Где мой привет Казахстану? Вот твой привет Казахстану. Давай экскурсию. Некрасиво. Спасибо большое, Сочи мне не нравится. Говорю честно, откровенно. Вообще, абсолютно, вот от слова совсем не нравится. Не мой город. Вообще, вот прям, не знаю, апатия у меня к нему. Ну, единственное, что нормальное в Сочи, это Красная Поляна. Все, на Красную Поляну с радостью приеду. Море. Ну, что там? Море с галькой. Спасибо. Нет. За эти деньги можно слетать в Турцию, отдохнуть гораздо лучше. Танюха там отжигает. Круто. Молодец. Что же еще сказать-то? Привет из Якутска. Якутску привет. С Инстаграмом творится в последнее время какая-то ерунда. Дань, в Подольске будешь сегодня? Смотри, я буду не совсем в Подольске, я буду в деревне. Ты, если ты с Подольск, то ты знаешь. Ее называется Каледина. Это относительно недалеко от Подольска. Но там я буду недолго. Я приеду на склад, отгружу товар и уеду. Спасибо. Мне пацаны маленькие кричали, классная тачка. А я говорю, спасибо. Прикольно так. Классная, что мою тачку назвали классной. Хоть кто-то назвал. А-а-а. Какой молодец, что еще сказать. Сестра, твоя Диана на проекте. Да, да, на проекте. Конечно. Привет из Израиля. Израилю большой привет. Что ж, пешеходы-то. Если пешеходный переход, вы думаете, все останавливаются, что ли? Фиг там плавал, е-мое. Красавчик. Мутишься, крутишься. А-а, мучусь, кручусь. Особо об этом я не рассказываю, потому что, к сожалению, аудитории, которая на меня подписана, это неинтересно. Вам больше интересно, там, кто кого... Как правильнее, тактичнее сказать-то. Кто кого избил, кто от кого забеременел, кого облили золотым дождем и тому подобное. То есть для вас все интересно вот такое. Срачи, грязюка эта. Когда вам рассказываешь о каких-то крутых темах, пытаясь замотивировать, вам это неинтересно. Больше я смотрю, интересен такой, конечно, хохотушный контент, который от меня ждут. Но в последнее время у меня, к сожалению, нет времени на него, так как я занимаюсь работой. Вот. О, сейчас у меня может пропасть связь. Потому что я заехал в подземную. На подземной парковке нахожусь. Аж минус второй этаж. Давно не виделись. Когда встретимся? Кристина. А мы с тобой никогда и не виделись. Сколько лет твои сестренки? 20 будет 21. Что такое атаки? Да, работаю, работаю, работаю много. Да, знаю деревню Калейдина. Вот, в Калейдина поеду. Алина Алия Аля. По поводу Сочи вот ты мне пишешь. Не обижайся, пожалуйста. Я понимаю, что это твой город, он тебе нравится. Мне он правда не нравится. Просто не нравится город. Не хочу там отдыхать, не хочу туда ехать. Вот говорю, я зимой поеду, полечу в Сочи. Но я полечу не в Сочи, а на Красную Поляну. И жить, скорее всего, я буду на Красной Поляне. То есть цель моего приезда будет тупо покататься на доске, кайфануть от гор. Вот, море мне это, то, что там, мне не в кайф, мне не нравится. Вот, может быть, конечно, зажрался, скажете, там, привык к Сейшелам, Индийскому океану. Возможно. Не хочу я туда. С Лешей и Чачей сам общаетесь? Да, общаемся. Родители отлично, спасибо. Кристина Правикова. О, господи. Я, правда, тебя не знаю, честно скажу тебе. Почему электронные сигареты не куришь? Я курю вот Айкос. Мне этого достаточно. Электронные сигареты... Блин, я не знаю. Мне не хватает надолго. Как правило, очень много опаленых. Какие бы я ни брал, они, к сожалению... Мне нравятся они. Просто мне надолго и не хватает. Я покупаю сигарету за 1200 рублей и выкуриваю ее за один день. Это дорого. Но я не знаю. Вы там, конечно, может быть, живете на широкую ногу. Для вас 100 копейки. Для меня 1200 в день потратить на курева – это достаточно много. То есть я считаю, что эти затраты можно минимизировать. Ты доволен своей жизнью? Смотрите, что касается моей жизни. Я не могу сказать, что я прям доволен своей жизнью. Если бы я был доволен своей жизнью, я бы не хотел ее так яростно и активно поменять. Я ее меняю. Я нахожусь в процессе. Я стараюсь достичь цели, которые поставил. У меня очень много на данный момент целей. Есть мечта, к которой я иду. Пока, к сожалению, для своей мечты я ничего не делаю. Я пока достиг... Танил, у тебя все хорошо и даже отлично. Спасибо большое. Да, уж быстро ты забываешь в Кубе в Москве с Яной Шофеевой, которая с излойкового ствола. Да, быстро забывают. Мне кажется, Танька с Кубой. Спасибо. Вам не надоело задавать одни и те же тупые вопросы? Вы меня извините. Вот правда. Хочется выйти в прямой эфир, поговорить нормально с вами. Блин, а нормальные темы, а не на топ вернусь, а я на дом 2. А что там у меня с Таней? Да ни хера у меня с Таней нет и быть не может. Люди расстались уже как полгода. Давайте вспомним мои отношения, которые были 2 года назад. Год назад. Я понимаю, что долгое время мы вам транслировали и показывали отношения, но пришел конец. Их нет и не будет. Никак не общаемся. На проект не собираюсь. Да потому что я уже не знаю, как мне отвечать, чтобы от меня отстали. Я нормально отношусь к ней, правда. Вы сами просто вызываете этот негатив тупыми вопросами. Хорошо, когда есть работа. Работы бы не было, если бы я сидел на месте и не создавал бы ее. Моя работа зависит от меня. Если работаю, работаю. Не работаю, не работаю. Я никому не обязан ничем. Только как бы себе. Это был такой некий сарказм, неудачный, по всей видимости, который никто не понял. Крутые очки? Спасибо. Обычно пишут, что всякая фигня, а не очки. Электронные сигареты вредные? Нет, не вредные. Томск, привет. Да отписывайтесь, пожалуйста, Господи. Вас никто не держит. Особенно тех, кто мне задает одни и те же вопросы. То есть, если нечего спросить, лучше не спрашивайте. Я понимаю, что по всей видимости, больше нечего ответить, нечего задать, обижаться. Ну вот вы представьте, вам, блядь, каждый день будут задавать вопрос про вашего бывшего мужа, с которым вы там расстались уже там год назад. Ваша реакция какая будет? Месяц нормально, два нормально, четыре месяца нормально, шесть месяцев нормально, больше шести месяцев, каждый день один и тот же вопрос. Вы в директ даже пишите этот же вопрос. Да, блядь. Как заработать денег? Нужно работать, тогда и заработаете денег. У тебя зрение плохое или это имидж? Это, не знаю, наверное, стало каким-то имиджем, но зрение действительно плохое. Как спасаешься от жаришки? Пытаюсь сидеть в кондиционере, при кондиционере. Спасибо большое. Честно скажу, настроение испортилось. Настроение испортилось, я начал рассказать свою хорошую новость про работу. Мне столько говна начали писать. Не представляете. Я прям пожалел, что я вообще рассказал. Отвечаю. Прям столько злобы, ненависти, зависти. И меня это удивляет очень. Вы не умеете радоваться чужому успеху. Вы все завидуете. Эти люди, кто там, допустим, пишет эту гадость, сами, по сути, ничего добиться не могут. Просто реально так настроение испоганили. О, родной, салам алейкум, детский Казахстан и Казахстан, салам алейкум. Рассказывай дальше, я слышу тебя. Когда, блин, когда просто таких сообщений очень много, и когда у тебя складывается впечатление, что на тебя подписаны люди, только которые, блин, льют говно, это неприятно. Я не задаю, конечно, такой вопрос, ну что такое зло это. Так я говорю, я решил рассказать там свою хорошую новость по поводу там своей работы. Я месяц работал прям вплотную. Пытался что-то новое для себя открыть, новое создать. Мне как бы, ну, поделился я этим, а мне тупо засрали весь директор. Ну, и поэтому злой. Кого обидел, извиняюсь. Вот. К этому никак не причастен. А-а-а.